Резьба по дереву и необычные украшения. Пройти мимо такого резного крылечка сложно, ведь сразу видно, в этом доме живет настоящий мастер Наиль Галимов. Однако на входе чудеса не заканчиваются. За стенами дома также немало его трудов. Ну и вдохновение для творчества берется неспроста. Каждая работа определенный посыл. В наше время все борются за экологию. Ну кто как. Я вот, допустим, когда еду мимо остановок, вижу, валяются пластиковые бутылки, окурки. Я выхожу, собираю эти пробочки и вот из этих пробочек буквально за год я сделал вот такое панно на воротах гаража. На это, значит, ушло 3763 штуки пробки, а на эту воротину 3640 штук. На такую работу у Наиля ушел целый год. Делал он ее долгими зимними вечерами. Сложность заключалась в том, что на морозе крышечки трескались и каждую пришлось дополнительно просверлить, прежде чем вбить в стену. Экологическая направленность прослеживается и в других его творениях. Мы с женой здесь разбили своего рода небольшой бассейн и развели живность. Фонтан сделали. Опять же, когда здесь была засуха, когда была жарка, то вот этот фонтан, он потихоньку уходит и всю корневую систему нашего сада он питает. Среди его работ рельефные панно из дерева и животные. Каждый уголок дома сделан собственными руками. Однажды в поселке проводили коммуникации и техника наткнулась на горную породу. Ее осколки Наиль тоже пустил в дело. Собрали эту скалу, вымыли, вычистили от глины. Вот, пожалуйста, арочка. Здесь арка. Она экологически... Я ее проверял на радиоактивность, она экологически чистая. Она не пахнет ничего вообще. То, что для дома. Вот это вот тоже вот оттуда. Эта скала. В зале также представлено панно. Идея такова – изобразить восточный календарь животных. Здесь все символы годов в хронологическом порядке. Все начинается с козы. Именно в этот год Наиль с женой переехали в этот дом. Декоративный камин, к слову, тоже сделан своими руками. Длинными зимними вечерами покупаешь рамочки, стекла, вырезаешь и делаешь такие картинки под рамой. А потом, так как места уже нету дома, даришь людям. Основное увлечение Наиля – резьба по дереву. Но это только вершина айсберга. Как признается Наиль, любовь к творчеству у него от отца, на которого он с детства хотел быть похожим. Его сын тоже унаследовал золотые руки. Ну а теперь он учит своих внуков, которым 9 и 14 лет. И мечтает, чтобы они также продолжили семейную традицию. И главное правило, которого он придерживается – никогда не лениться и во всем находить источники вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok